здравствуйте друзья демонстрация как звонилка уперся в стену в принципе логический аргумент герпес адольфович заявляет что его время дорого а амбиции кредитного учреждения волнует мне меньше всего если вам нужно уважаемые господа банкира вы пожалуйста не перекладывайте свои проблемы на чужие плечи ну вроде все логично правильно давайте посмотрим как реагирует на это представитель банка и так поехали алло алло добрый день здравствуйте здравствуйте я за ним и спал московский кредитный банк меня зовут елея михайлович он с ним был с вами записан скажите пожалуйста вам знакома бульчихра конечно знакома сестра моя вы знаете мы не смогли до нее дозвониться вы не могли бы ей передать чтобы она перезвонила в московский кредитный банк если у вас не заторгнет смотрите скажите пожалуйста с кем имею честь общаться как мне к вам обращаться евгений михайлович евгений михайлович меня зовут герпес одорфович а вот дело в том что моя сестра ну так скажу своими словами на семье несчастье она находится сейчас в госпитале я единственный из всей семьи способны здраво размышлять я всегда к ситуации отношусь как данности я знаю что у нее есть проблемы я прилетел специально поддержать ее и такой ситуации поэтому если вы хотите намерены проблему решить я готов ее обсуждать с вами хорошо единственное что одно но я не могу с вами обсуждать сами понимаете законодательство федерации не позволяет мне это сделать вы знаете вот только что звонили с другого банка совершенно спокойно им законодательство позволило законодательство то одно дело в том что сестрица моя присутствие нотариуса нотариус зафиксировал ее недееспособность и так если так называемый формат доверенности да при признании да вот и мне делегировано право но смотрите я не буду настаивать если вы хотите чтобы вопрос был решен то мы можем с вами обсуждать если не хотите это ваш выбор вопрос не будет решен в отношении вашего банка только я и только я могу это делать финансово состоятельным да и так далее в этой семье конечно ну допустим а с московской области вы знаете дело в том что я должен сейчас поставить цветочки над и расставить приоритеты если вам это нужно вам это нужно то обсуждайте какая разница с точки зрения доверенности от кого будут поступать деньги либо от кого будет исходить информация по решению той либо иной финансовой задачи вот я меня достаточно дел в связи сложившиеся обстоятельствами чтобы собственно им посвятить приоритет на свое время я никуда ездить не буду я готов с вами встретиться там где мне удобно но никак иначе не хотите ради бога это ваш выбор если хотите то у вас тоже есть выбор выкладывайте все что у вас есть и мы будем общаться так вот если у вас интересная уверенность будьте любезны идите в отделении и выясните вопросы я так любезен не буду вы же меня сейчас слышали или вы наверняка у вас есть в комплекте на работу с берушами ходите я сейчас по моему четко четко рассказал никуда ездить не намерен а так а почему это отражается на мне почему я вынужден два раза повторять одну и ту же информацию вы тогда попытаетесь усваивать то что вам говорят юноша а почему вы говорите то что противоречит полностью тому что я вам сейчас сказал еще раз повторяю если вам трудно с первого раза понимать я никуда не собираюсь ехать никому ничего предъявлять не буду если вы хотите остаться пострадавшей стороной это ваш выбор я вам повторяю не собираетесь ехать ради бога должны денежные средства не вы а ваши сострады ага и вам не кашлять ну и вам тоже здоровья не понравится так и что будем дальше делать надо трубочку положить да вот друзья еще раз продемонстрировали вам что банк это не наместник божий на земле а простое коммерческое учреждение в котором работают ну как правило бесполезные вот эти вот сотрудники звонилки ну как бесполезно они конечно оказывают то самое воздействие на людей которых мы уже обработала система и люди не привыкли задумываться настроена лишь только на то что за них думает кто-то руководитель а ну вот начиная с детства сначала мама папа потом воспитатель в детском саду учительница потом ну не знаю там работодатель бригадир там мастер и так далее и в конце концов кто угодно но только не сам не надо голову включать зачем столько людей кто тебе подскажет поможет и правильно направит вот единственный вопрос насколько правильно это направление и здесь уже очень часто казусы возникают в нашем с вами случае всегда я во всяком случае в отношении с банками да и вообще во всей жизни предлагаю думать своей головой у вас тоже есть мозги такие же как у любого другого человека их нужно эксплуатировать а не надеяться лишь только на то что кто-то там вам позволит вернее за вас решит то как действовать куда там направлять свои скажем так стопы и куда в итоге вы придете да вы придете туда куда нужно тому кто вам советует но ни в коем случае не туда куда вам самим нужно поэтому прежде чем какие-то действия предпринимательности в банк деньги подумайте что вы делаете чем это может закончиться если вы вот отнесете банк деньги и чем это не закончится вернее закончится то что вот вы решите не нести в банк деньги только не надо применять доводы те которые вам вот уже наговорили хотя бы для начала послушайте несколько десяточков роликов с нашего канала и вот уже на фоне вот этих аргументов задумайтесь если вам и их мало посмотрите видео на нашем сайте вы можете узнать как мы работаем что мы делаем для того чтобы человек если ему тяжело если он не может у него финансовые затруднения перестал выполнять свои долговые обязательства абсолютно без проблем без ущерба для своего гражданского статуса ссылочка на наш сайт в описании этого либо любого другого ролика есть также для вашего удобства кликабельная подсказочка справа вверху выходит вот она еще раз повторю посмотрите видео на нашем сайте и все поймете с минимумом юридических терминов максимально доступна для простого человеческого понимания изложена схема что мы делаем для наших клиентов для тех кто встал под юридическую защиту и кто принял решение раз и навсегда избавиться от кредитной зависимости от этих долгов то есть начать жить покойной нормальной человеческой жизнью не в ущерб себе своим близким а во благо и ни в коем случае не ставить в приоритеты даже в ближайшие какие-то планы удовлетворения амбиций коммерческой структуры такой как банк еще раз для того чтобы это понять нужно как минимум подписаться на наш канал после этого посмотреть видео на нашем сайте и принять то самое важное решение если вы хотите это сделать пожалуйста посмотрите видео на сайте сделайте все как указано в инструкции как там рассказывается оставьте заявочку форме на сайте и ждите звонка нашего специалиста мы будем звонить с номера телефона который указан в правом верхнем углу на сайте вот эти цифры я рекомендую вам забить себе в канун записной книжку ваших телефонах и не пропустите звоним мы в рабочее время кроме суббота воскресенья по московскому часовому поясу и так смотрим видео на сайте ссылочка на видео в описании ролика также есть кликабельная подсказка в правом верхнем углу еще раз для вашего удобства она выходит вот она и после этого оставляем заявочку общаемся с нашими специалистами и ставим точку жирную точку над своими проблемами кредитными также для тех кто хочет поближе со мной познакомиться я могу вас перенаправить на плейлист который у нас на канале уже сформировался и постоянно пополняется там выложены обращения мои обращения руководителя компания лям к подписчикам гостям канала нашим клиентам обращения основаны на ответах на вопросы которые вы часто задаете то есть развернутые такие ответы полнокровные когда человек люди вот задают вопросы мы выбираем самые такие часто повторяющиеся и записываю я ролики регулярно где в развернутом таком хорошем открытом обращении все это рассказывается во всяком случае достаточно доступно и опять же с минимумом юридических терминов для простых людей как говорится вот подсказка на плейлист ссылочка кликабельная смотрите в правом верхнем углу видеотрансляции выходит вот она пожалуйста будем как говорится знакомы но для всех остальных пожалуйста поставьте лайк подписывайтесь на наш канал репост соц сетях не забываем поделиться комментарии конечно друзья комментариев как можно больше чтобы мы посмотрели ну вот кто на нашем канале по что здесь и тут друзья коллекторы и иногда они даже оставляют свои комментарии такие робкие может он понимаете не работает коллектором но наверняка четкий конкретный персонаж кандидат на должность какого-нибудь там старшего службы взыскания там или выездной группы такие тоже регулярно появляются следите за комментариями отвечайте пожалуйста на такие комментарии я их специально пропускаю чтобы вы могли повеселиться поглумиться над этой ущербной публикой ну и конечно же еще раз повторю сколько раз повторял у нас есть группа вконтакте ссылочка на группу в описании ролика подписывайтесь вступайте в группу там все ролики дублируются и вообще-то много всего интересного также а с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании аля всего вам доброго друзья желаю вам здоровья и финансового благополучия до свидания